Заснеженная Новая Ханинеевка выгодно отличается от других сел Барышского района не только своей изюминкой, красивой природой, но и качественных, широко очищенными дорогами. Еще одна жемчужина этих мест, старинный храм Николая Чудотворца, ждет на праздничную литургии своего настоятеля, епископа Барышского Инзенского Филарета. В ожидании владыки на крыльце храма небольшая суета. Старшая сестра архиерейского подворья, монахиня Иоанна, старается, чтобы все к приезду Преосвященного Филарета было на своих местах. Спасибо, спасибо. Момент встречи богомладенца с трехсотлетним праведным Симеоном, богоприимцем, описан в Святом Евангелии и был зачитан на литургии. Как отметил Преосвященный Филарет в своей архипастерской проповеди, встретение имеет огромное значение в жизни каждого православного христианина. Ничего не происходит случайно. Вот и появление Сына Божьего в нашем грешном мире для спасения наших грешных душ было предречено за несколько веков до Рождества Христова. На сегодняшний праздник я поздравляю, что Господь пришел в храм Господня, всех нас освятил, всех нас направляет, направляет нас к жизни вечной, царствия небесной, ибо мы для того и создаем, чтобы быть его святыми. Спасибо Христос, всех справедливо. Провожали люди Владыку, выстроившись возле входа. Преосвященный Филарет благословил каждого из них и пожелал помощи Божьей. Господи благословите всех. Спасибо Господи. Спасибо Христос, всех. Когда же Владыку Филарета проводили, то в храме состоялось освящение Сретенских свечей. Его провел клирик епархии Иерей Станислав Кислов. Благословляется, освящается, ищите, агромя, обвисия священного, и отца и сына, и святая внукану. Спасибо Христос, всех справедливо.